всем привет с вами костян и это небольшое предисловие перед тем как вы увидите основной ролик том ямой по тая расположился очень удобно в тени бамбука для того чтобы небольшую историю вам рассказать как был утерян звук от основных роликов их будет 4 и они все будут в формате таком что я просто комментирую что на них происходит когда я был в тая я снимал на гупрошку это все что у меня было вместе с этим стабилизатором собственно который стал тому виной после нескольких первых дублей я пошел уточнить у джим что да как какие мы еще блюда можем протестировать с ней так далее запись то выключили а вот сам стабилизатор не был выключен а просто положен на стол вот в таком вот положении бедные моторчики сошли с ума и когда я вернулся к ним было невозможно прикоснуться в буквальном смысле когда касаешься пальцем он начинал шипеть я конечно подумал что стабилизатору придет хана но нет через некоторое время когда он остыл он стал включаться и без задней мысли мы продолжили съемки но как оказалось бесследно ничего не бывает не проходит и эти моторчики стали выдавать такой сумасшедший фоновый шум который записывается на гупрошку за счет вибрации своей видимо что-то у него там внутри перегорела еще чего-то свои функции он прекрасно продолжает выполнять но звук при этом на гупрошке он полностью портит это выглядит примерно вот так заказал ноутбук стал все слушать и понял что хана 4 ролика вот с таким вот звуком что делать первым первой мыслью было переозвучить все это дело но как оказалось это бесполезное занятие попасть собственную артикуляцию невозможно да господи послушайте сами всем привет с вами костян нахожусь я в таиланде на острые самые ну и что же нужно первым делом заценить самые главные два блюда это паттай и том ям нужно настолько точно повторять с той же интонацией с теми же самыми нотками с теми же самыми паузами но я не профессиональный актер и не профессиональный озвучивальщик что ли и уж тем более не профессиональный редактор поэтому я посчитал что лучшую я выпущу видео переозвученном варианте как вот сейчас вы его увидите ведь главное чтобы они выходили почаще чем раз в год на этом пояснение заканчиваются спасибо за понимание приятного просмотра любой человек приезжающих таиланд в общем-то в тот же самый день задается вопросом а куда же мне сходить покушать и куда бы он не пришел он увидит в меню помимо прочего два главных блюда тайских это том ям и паттай вот поэтому и было решено сравнить что мы получаем в дорогом варианте этих блюд а что в дешевом имеет ли смысл переплачивать дорого за эти блюда и выбирать ресторан или можно тоже самое получить в ближайшие дешевые придорожные кафешки за дорогим вариантом мы двинули в ресторан кристалл где заправляет джим она же хозяйка и шеф этого ресторана так как мы знакомы с ней уже более трех лет и это дает уверенность что блюдо будут лучшие из возможного вообще то что в таиланде можно получить и приготовлены честно а не просто раз камера включена то подаем нормально типа всем остальным так себе что касается цен то в ресторане конечно же довольно прилично обычный фаттай стоит 95 бат у нажать на 2 будут рублей в данном случае почти 200 рублей том ям же в свою очередь стоит 165 бат это уже за 300 переваливает самое главное отличие в наполнении том яма это где сколько тебе сифуда пихают количество креветок кальмара в данном случае наполнение было совершенно обычное нормальное и добротное это 4 креветки 4 кальмара полностью все ингредиенты сплетены то есть мы видим здесь и лемонграсс и галангал и грибы естественно когда я пробовал это был отличный том ям то есть претензий вообще никаких быть не может на самом деле нажористый бульон отличное наполнение замечательный нежный вкус не перепарывает какая-то дополненная кислота или еще что-то это действительно очень качественно сбалансированный классный том ям что также хочется отметить это то что в этом том яме было замечательно отбалансированная острота она не должна забивать вкус основного супа то есть не должно пригорать что называется поэтому если вы пробуете том ям и при этом у вас то господи только острота и ничего больше значит приготовлено не так-то и качественно креветки на вкус были отличными замечательными не переваренными то есть их кидают когда уже том ям в готовый и чтобы они минутку побурлили этого вполне достаточно что особенно нравится это тоже креветки почищенные креветки очищены от основного панцирь оставлен только хвост ну потому что так принято чтобы за хвостик ты ухватился и откусил основную креветку кальмар оказался чуть-чуть переваренным то есть видимо его кинули одновременно с креветками а кальмару нужно все-таки поменьше времени то есть буквально секунд 40 кальмару при минуте для креветки помидорка в том яме очень важный ингредиент она придает некоторую томатность супу поэтому без нее вот никак нельзя а некоторые опять же рестораны даже рестораны ленятся класть и помидорку единственное что в любом том яме в общем-то мне никогда не нравилось это ковыряться естественно туда пихается много дополнительных ингредиентов лемонграсс галангал опять же каферский лайм это несъедобный ингредиент и приходится супе ковыряться выискивать там что-то но это такая вкусовщина то есть грубо говоря можно это все сначала приготовить бульон отсыдить а потом уже добавить только съедобный ингредиент чтобы прям как наш супчик можно было сесть и тарелочку очень быстро заточить что дополнительно порадовало как это наличие шляпок королевского устричного гриба почему-то они встречаются супер очень редко исключительно обычно подают ножки подытоживая самое главное в этом том яме то что это все качественно сбалансировано к нему нельзя придраться отлично отваренные креветки может быть чуть-чуть кальмарчик передержан но да и господь бы с ним острота сбалансирована это не придется запивать это суп это еда сбалансирована кислота лайма выжили половинку как и положено то есть это не забивает вкус основного блюда ингредиентов всех нормально положено грибы есть помидорка есть креветки есть кальмары есть другими словами твердые четыре с плюсом почти пятерочка ну и теперь по той что же здесь это по той с курицей лапши приличное количество свежий лучок курочки курочки как видно много это нормальное количество курицы то есть не пожалели очевидно это грудка попробовав курицу я понял что это качественная приготовленная филешка не пересушена я опять же буду придираться я люблю филешку которая осталась сочная после прожарки здесь же она все-таки соки уже все отдала но при этом не успела еще пережариться до сухомятки что касается лапши это отличная обжаренная лапша в соусе как и положено пророщенные свежие стручки сои обеспечивают свежесть и в какой-то мере даже компенсирует сухость грудки а вот что касается арахиса вышла довольно интересная история я спрашиваю у джим а что же арахиса то нету на что она отвечает ну ты знаешь дело в том что многим иностранцам вообще арахис не нравится я говорю ну как же нравится не нравится а раз в блюде должно быть то извольте подать после этого последовал железные аргументы ты знаешь помимо того что не нравится у многих иностранцев аллергия на арахис а проблемы горитмане здесь с этим не нужны поэтому по умолчанию меня арахиса не идет но если кто-то просит то конечно же моего добавим подытоживая по тай можно ему поставить смелую четверку я нашел исключительно сухость грудки не более того после кристалла мы двинули в свободный поиск просто ехали глазели по сторонам и выискивали какую-нибудь наиболее дешевую кафешку а и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Мы обнаружили вот такую вот дешевую кафешечку на 4 всего столика прямо у дороги. И получив меню, я обнаружил, что здесь цены в два раза ниже. Кто не может не радовать, особенно если качество блюд будет не хуже. Первым подали потай, он действительно готовится очень быстро. Потай, естественно, с курицей тот же самый. Приличное количество лапши, но вот курочки количество уже значительно меньше. Ростки, что интересно, есть и обжаренные, и свежие. Лучок, в отличие от кристалловского, был здесь обжарен, там просто свежий. И вот он, пресловутый арахис. Здесь, как видно, они не боятся его подавать сразу же в смеси с блюдом. Тест лапши показал, что это замечательно приготовленная лапша в соусе. Претензий к ней вообще никаких не может быть. Да и курица оказалась тоже на высоте, что меня приятно удивило. И еще раз хочется повторить, что действительно отличная смесь и обжаренных ростков, и свежих. У обжаренных свой вкус, у свежих свой вкус. И вот их сочетание, это прям что-то новенькое, интересное. По итогу, это отличный подтайк, к нему придраться вообще невозможно, за исключением, пожалуй, малого количества курицы. Но, знаете, зато он их в два раза дешевле. Что же подали здесь в качестве том-яма? Первым делом, это огромные куски гриба. Просто огромные куски гриба, и у меня сразу же возникли сомнения, а будут ли они сварены качественно. Ну и, естественно, как всегда, никаких шляпок грибов я не обнаружил. Я не знаю, куда они их девают. Почему не положить? Ты же режешь целый гриб, почему ты кладешь только ноги, а шляпки куда деваешь? Креветок было всего две, но они были приличного размера. В здешнем том-яме приятно удивил лучок. Он был добавлен вовремя, он успел потерять остроту, но не успел потерять хрусткость. По остальному наполнению, в общем-то, все как обычно. Это галангал, это лемонграсс, это кафирский лайм, также сок выжатого лайма. То есть, с виду, это, в общем-то, вполне себе приличный том-ям. Но вот, когда я попробовал, меня ждал сюрприз. Это была полная кислятина. Серьезно, это был просто кислый суп. Никакого больше дополнительного вкуса в нем я не обнаружил. Я не знаю, как так это у них получается делать. То ли сюда выжали три лайма, то ли какой-то уксус добавлен. Но это была кислота совершенно невозможная. Второе, то, что было, суп был невероятно горячий. Его сняли с плиты и тут же подали. Все-таки в ресторане так делать не стоит. Я по привычке хлебнул и обжег себе все небо. Но после этого я понадеялся, что, может быть, морепродукты компенсируют слегка вкус. Но, к сожалению, началось все сразу же с плохих новостей. Креветки были не почищены, сварены полностью в панцире. Помимо того, что нужно выковыривать галангал, лемонграсс, кафир лайм, так нужно еще и руками очищать креветки. Это совсем мне не подходило. Кто-то скажет, ну а что ты хотел? Это же все-таки дешевая забегаловка. Ну, вы знаете, креветку почистить 10 секунд. При том, что мало того, что не почищен панцирь, так еще и не почищены какахи. Ну, вот просто как было в холодильнике, так и кинули. Но даже и это не все. Креветка разваливалась. То есть, грубо говоря, это была перемороженная, потом размороженная, потом замороженная, потом сваренная креветка. Ну и, конечно же, полностью подтвердились мои опасения насчет грибов. Это были просто сырые грибы. То есть, огромные куски не успели провариться. Надо было противно есть. Вот, честно говоря, это единственный раз, когда в супе было что-то противное. Вот кусочки поменьше, вполне себе проварено, и все нормально. Ну, как так нарубить просто? Знаете, вспоминается анекдот перефразировать, если он будет звучать так, что грибы рубили вместе с грибницей. И в то же время помидора передержано. Ну, вот как так? Кинуть все одновременно, и при этом понимаешь, что грибы должны вариться дольше, а помидоры меньше? Ну, вот это мне непонятно. И лучок. Отличный лучок. Вот здесь прямо они угадали. Положили вовремя. Соответственно, он успел потерять остроту, но при этом остался хрустяшкой. Отличный лучок. Ну, и попробовав кальмара, я, в общем-то, естественно, не был удивлен, того, что он передержан. И был уже переварен в мясину. Учитывая, что они его порезали в такую елочку, и держать так разделанный кальмар дольше, там, не знаю, 30 секунд, вообще смысла не имеет. А его такое впечатление, что кинули одновременно с грибами. Что же можно сказать, подытоживая? Отличный подтай. Вот серьезно, разницы вообще нету. Единственное, что количество курочки немножко хромает. Ну, да и Господь с ним. Количество лапши вполне себе это компенсирует. То есть, это нормальная порция отличных свежих овощичек, отличной лапши, обжаренной в замечательном соусе. А вот что касается том-яма, то он хромает на обе ноги. Ну, прежде всего, ты заказываешь том-ям с морепродуктами. Это означает, что ты хочешь получить свежие, качественные морепродукты. Но их здесь нет. Это не почищенная перемороженная креветка. Это кальмар-стекло. Это несбалансированный бульон, в который просто напихали какой-то кислоты. Единственное, что мне понравилось в этом том-яме, это лучок. Ну, вот действительно, так удачно совпало. Закинув все ингредиенты одновременно, они угадали со временем только одного ингредиента. Казалось бы, на этом можно остановиться, но нет, душа экспериментатора требует доводить все дела до конца. Поэтому я двинул к ближайшему мини-маркету для того, чтобы купить лапшу быстрого приготовления под тай и том-ям. Объездили мы штуки 3-4 мини-маркета, нашли только том-ям. Вот том-ямов набор вообще немеренный, везде, пожалуйста, есть. А вот под тай нету. Ну, после чего стало это, в общем-то, и логично, потому что некоторые лапши быстрого приготовления здесь стоят уже 35-50 даже бат. Это 100 рублей. А смысл покупать лапшу быстрого приготовления под тай, когда за те же самые 50 бат можно взять его в кафешке. Получилось найти самый дешевый том-ям лапшу быстрого приготовления. Она стоила 15 бат, 30 рублей. Для этого я вернулся обратно в ресторан Кристалл, чтобы заварить себе лапшички. В общем-то, я думаю, никто не удивится, если я скажу, что это просто лапша быстрого приготовления без какого-либо вкуса том-яма. Таким образом, получаем очевидный вывод. Том-ям суп не дешевый, поэтому за него стоит платить, чтобы получить и качественные вкусы. А вот под тай настолько простое блюдо и быстро готовится, что, в общем-то, смело его можно заказывать в любой кафешечке рядом с дорогой. Вот такой вот получился обзор. С вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok